ребят извините целый день гонял по делам и еле-еле дотерпел дело в том что я не хожу в туалеты вне дома и что-то мне подсказывает что я не один такой это видео не похоже на то что обычно вы видите на моем youtube канале эта попытка разобраться в очень важных для меня темах я буду с одной стороны погружаться в социологию статистику историю и психологию а с другой стороны буду высказывать свое мнение что я думаю и что чувствую напишите обязательно в комментариях свои отзывы так вместе мы сделаем интересный формат я максимально избегаю общественных туалетов я буду терпеть до последнего у меня будет выделяться под будет трясти господи кому я объясняю каждый из вас знает как это бывает в общем я буду терпеть и держаться до дома однажды мне так прижало что я попросил на работе больничный и свалил в середине дня но самый-самый фейспалный случай произошел со мной в шестом классе и об этом я расскажу чуть позже короче абсолютно все кто близко со мной общаются знают что для меня туалетный вопрос это реальная проблема а виной всему детская травма мой опыт посещения российского школьного туалета именно об этом и сегодняшний выпуск за всю учебную жизнь я сходила в туалет именно в общей всего лишь один раз и этого мне хватило на всю свою жизнь убитый толчок в школе это вообще одна из немногих вещей которая объединяет нашу страну это одна из наших скреп почему в стране который может гордиться своими успехами в космосе армии нет нормальных туалетов все мы помним наши школьные туалеты цэш просто роскошь кто-то задерживал дыхание закрывал глаза и быстро делал свои дела кто-то как я избегал туалетов и терпел до дома главное что все проходили через этот ад внимание вопрос почему так может мы чего-то не знаем и это такой обряд посвящения российского человека россия россия почему бы так скажем не покопаться в этом решил я сначала мне надо было понять что происходит с туалетами в школах сегодня может это в моем детстве все было плохо все-таки это были 90 а сейчас в россии все по-другому и у детей там почти диснелэнд и микки маус обдувает ручки после мытья а прекрасные волшебные феи подносят рулоны с туалетной бумагой и тут я нарвался на конкурс от доместеса школы присылали фото своих жутких туалетов кто получил больше всего лайков тому компания обещала бесплатный ремонт и годовой запас доместеса такой вот туалетный инстаграм получается когда я увидел эти картинки у меня аж сердце сжалось цеж мои родные пенаты ничегошеньки не изменилось за те годы как я выпустился из школы а это на секундочку больше двадцати лет назад и вот что мы видим например мне кажется что прекрасный дизайн плитки здесь шикарный унитаз тут конечно же нет туалетной бумаги и насколько я понимаю двери тоже не закрываются ой вот это просто прелесть междуреченск больше напоминает если честно туалет в тюрьме смотрите здесь уже есть туалетная бумага и унитаз вообще прекрасный они видели остальные туалеты зачем они участвуют в этом конкурсе это же просто идеально каким образом например в волгограде учителя думают должны посещать туалет дети почему они его не посещают такой это серьезно или вот город ижевск туалет в стиле фильма ужасов прям подписаны дети стараются обходить его стороной но это действительно картина я вообще не понимаю что здесь происходит но очень хорошо понимаю что здесь можно снять действительно фильм ужасов а вот это прекрасный туалет нижнем новгороде в школе номер 79 здесь нет дверей но видимо чтобы было удобно коммуницировать детям и передавать бумагу туалетную все кого-то есть она например потому что здесь или нет или вот вот это вообще я обожаю зачем ставить туалеты рядышком без всего просто вот они стоят вдвоем чтобы подружкам было удобно вместе ходить туалет как по большому нет нету серьезно о вижу мои любимые дырки в полу это дети называется чашами генуя вообще по идее по мнению школе администрации они помогают туалету быть чище но давайте по чесноку и в этих чашах и рядом мы всегда наблюдаем совсем другую картину вообще в этом конкурсе в этом году было заявлено 149 школ но сколько их по всей стране таких убитых и грязных мы не знаем в интернетах я встречал разное вот например первоклассники из карелии записали видео с требованием починить их туалеты бедные дети а еще и читал что в забайкале вообще так долго не могли отремонтировать туалет школе что решили его закрыть и для этого нужно было даже пойти в суд вот это прекал директор стоит такое говорит ваша честь я больше не могу давайте вы закроем кибене фене одеть там как-нибудь сами и судья такой постановляю закрыть пусть ходит по себя ну и вообще чё зря там подъезды моют и улица она для чего а еще и тут я просто охренел оказывается у нас есть школы которых туалета нет как такое возможно вот серьезно роспотребнадзор считал два года назад и обнаружил две с половиной тысячи школ работает вообще без канализации это пять процентов от всех школ в стране даже президент говорил об этом в послании федеральному собранию 2019 года порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы где нет нормального отопления водопровода и канализации обращаю внимание глав регионов где есть еще такие школы за два года проблему нужно полностью решить мы можем это сделать два года прошло а судя по конкурсу адам эстаса ничего особо и не изменилось откуда это взялось конечно же из советского союза я нашел классную книгу историка игоря богданова унитаз или краткая история туалета это прям такое серьезное историческое исследование туалетов от древности до наших дней я там нашел ответ на свой вопрос что такого с нами случилось что мы к туалетам относимся как к мусорке оказывается после революции советская власть назвала красивые чистые теплые туалеты буржуазным пережитком то есть наследством богатых дворян которым наплевать на простых крестьян и рабочих туалеты надо было презирать и уничтожать также как и церкви в общем все разрушить и начать историю огромной страны заново понимаете сто лет назад людям в россии объясняли что хороший красивый чистый туалет это плохо это не соответствует образу коммунистического товарища мы построим новый туалет один на всех и посадили малышей в детском саду и работников завода на одни горшки даже нет на одни и те же дырки в полу я думаю без перегородок чтобы они там общались находили к у меня они чтобы за ними следили это что тогда такие настроения были интересны стоп рот но потом всех переселили в коммуналке где один общий туалет на несколько комнат а с ним общие отходы вот как объясняли принадлежит всем а значит никому ну как и все в стране из той же книжки извините сейчас будет ну немного сложновато просто мне очень нравится эта цитата вы только послушайте на лестницу дома где жил мамы заводили своих детей чтобы те тут пописали так с детства закладывались основы отношения к чужому труду к окружающему миру причем закладывались эти основы не только мамами но по большей части чиновными дядями и партийными бездельниками которые абсолютно ничего не сделали чтобы советский человек имел место где можно пописать нас даже в детстве родители учат справлять нужду там где мы захотим на площадке за домом в бассейне я из тюмени и там есть горячие источники но такие небольшие лягушатники и в детстве я прям помню как вся семья радовалась когда их ребенок сообщил что он сделал все свои дела прямо туда и это были 90 когда советских чиновников давно не было наше общество советским наследием просто привыкла ходить куда угодно даже в закрытом подъезде приватности больше а в школах это вообще правило заглядывать чем там дети в кабинках занимаются а вдруг списывают или еще хуже курят господи не дай бог они там целуются почему я вообще тут вам книжки читают цифры ищу какие-то истории рассказываю я просто уверен что грязные туалеты в школах очень сильно влияют на самих детей на их здоровье и психику вот я помните в начале рассказывал вам что у меня есть травма собственно вот что случилось я всегда избегал школьных туалетов дома я хожу в чистый туалет где я могу уединиться меня никто там не побеспокоит не найдет а в школе меня встречала страшное вонючее место без щекол на дверях туалетной бумаги и мыло ну или иногда на раковине можно было обнаружить маленький такой кусочек коричневого хозяйственного мыла в волосах знаете которому уж точно не хотелось прикасаться до сих пор помню этот специфический запах от него вот только сейчас ужас так вот когда я был в пятом или шестом классе мои родители вернувшись с работы обнаружили меня сидящим около нашей входной двери в квартиру всего зареванного ну лужи сами понимаете чего школе пойти в туалет мне было неприятно и страшно мое воспитание уважение к обществу ну не дало мне сделать это в кустах лифте или на лестничной площадке ну вот и итог господи как надо мной ржали родители тогда я помню это реально кстати напишите в комментариях под этим видео как было у вас туалетах в школе мне правда очень интересно конечно проблема школьными туалетами существует не только в россии например в британии есть благотворительная организация эрик расшифровывается как детский кишечник и мочевой пузырь и вот чуваки из эрик выяснили что две трети британских школьников тоже избегают туалета еще в швеции такая же история там две трети не могут сходить школьный туалет по большому представляете детям проще держать всю свою нужду чем чувствовать дискомфорт школьном туалете то есть ребенка с самого детства учит терпеть бог терпел и нам велел я спросил у психолога вероники монаховой чем это грозит и получил очень тревожный ответ наверное все слышали про пирамиду маслоу на судья в том что наши потребности давно разделены и фишка в том что когда у нас не удовлетворены какие-то базовые физиологические потребности будь то сон еда а или какие-то другие потребности да не физиологически то мы не можем думать и удовлетворять более высокие потребности то есть ребенок когда он хочет в туалет и терпит вам будет сконцентрирован на своих телесных ощущениях он не будет воспринимать ту информацию который говорить ему учитель когда ты хочешь в туалет не способен понимать регонометрию конечно это может сказывать на каком-то вот таком ощущении что если я даже физиологических вопросах вынужден терпеть то что говорит там о каком-то личном общении каких-то границах в отношениях складывается общее ощущение общая такая как какой-то паттерн что терпеть это нормально терпеть но как-то естественно и так и должно быть а еще вероника добавила что стресс от отсутствия в приватности в туалете может привести к такой штуке у ребенка закрепляется мысль что естественные потребности и все что связано с телом это стыдно а там уже привет проблема в личной и сексуальной жизни а знаете что я делаю когда дома иду в туалет я включаю воду в крайне и ару алисе включи музыку громкость на полную ребят я в этот момент дома один когда я с кем-то это вообще проблема самая жесть что такое терпение в детстве может привести к реальным болезням те же исследователи из эре говорят что у ребенка может случиться запор или наоборот недержание или еще хуже инфекции мочеполовых путей вот например исследование журналистов новой газеты называется по уши она о том почему россия погрязла в отходах очень рекомендую почитать кстати ссылку оставлю в комментариях там журналисты собрали адские истории о детях пострадавших от школьного туалета детям ставили диагноз нейрогенный мочевой пузырь по простому задержка мочи ребенок просто не мог ходить в туалет когда слышал посторонние звуки речки или вот совсем кошмар первоклассника в туалете сняли на видео после чего у мальчику появились проблемы с кишечником он целый год проходил реабилитацию но знаете когда я изучал все эти туалетные истории больше всего меня поразило вот это внимание особо чувствительных людей я сейчас попрошу перемотать эту часть видеоролика тайм-код вы видите на экране поисковая организация лиза-алерт написала вот такую инструкцию как обезопасить уличный туалет все дело в том что поисковики не раз находили уже к сожалению погибших детей выгребных ямах я вот просто на экране случае смерти детей в таких туалетах за 2018 год скорее всего не все по остальным годам у нас нет данных поэтому показываем что есть мальчик четыре года брянская область погиб в школьном туалете ребенка искали трое суток а нашли вот здесь директора школы обвинили в халатности то есть буквально туалетный вопрос может стать вопросом жизни и смерти просто не понимаю уже разве сложно построить нормальные безопасные туалеты для детей в школах серьезным и решение ведь есть я для примера взял общественные туалеты с которыми у нас в россии тоже не все хорошо вот московский парк горького стояла вот такая подземная уборная с любимыми моими чашами генуя вандалы постоянно разбивали в ней плитку архитектором дали бюджет обычного городского туалета и они на эти деньги поставили тепловой насос купили качественную сантехнику и поменяли надстройку автор проекта говорит люди спускаются и удивляются такому пространству с недорогим но хорошим дизайном просто я сам специально туда заехал и за рубежом тоже как-то справляются блогер илья варламов показывает и восхищаются уборными в японии там все современно подогреваемые сиденье мини-душ и всякие датчики сами туалеты идеально чистые даже в метро и на вокзалах ну конечно так не во всей стране но уже видно иное отношение господи вы увидели это туалет в токио когда я летал в японию реальные в шоке было это просто роскошь дворец и там у них же еще эти автоматически все туалет это везде есть это очень круто ну и запахи там конечно не такие как у нас в европе чистые общественные туалеты это тоже норма в одном из блогов встретил вот такие фото туалета для детей прикиньте он даже не в школе находится он на улице унитазы стоят невысоко повсюду яркие цвета и например есть раковина ну или это ванная какая-то видит тюленя никакого страха в нидерландах британии и дании стоят туалет и лифты которые днем опускаются под землю а к ночи поднимаются их поставили специально для посетителей местных баров и это проявление уважения к людям которые после приятного вечера будут искать где бы им облегчиться после моих тусовок самое то я считаю это круто не винить людей в их абсолютно человеческих потребностях а искать решения в китае например некоторое время назад туалетами все было очень очень плохо в коммунистической стране понятия личного пространства нет поэтому получается вот такое но 6 лет назад власти объявили великую туалетную революцию за два года построили около 70 тысяч туалетов и запланировали еще столько же сделали это конечно потому что туристы жаловались но я надеюсь что самим китайцам от этой революции тоже станет немножечко полегче но иногда можно и не ждать помощи от государства вот в австралии очень простая идея сделайте школьного туалета пространство для творчества школьники прошли курс по дизайну и самостоятельно разрисовали уборные так как им нравится написали всякие цитаты в общем просто сделали это место чуть приятнее и дружелюбнее возьмем тот же конкурс доместосом число победителей вошла школа города гусь хрустальный и вот что рассказала в интервью дождю замдиректора этой школы как им досталась эта победа это конкурс лайков просто у нас оказались самые дружные самые сплоченные родители выпускники наши друзья нас поддержали и мы набрали больших лайков вот все понимаете не стыдно привлекать внимание к своим проблемам пока власть ничего не может сделать с бюджетом и это конечно их обязанности это наши налоги и помимо того что нам всеми возможными способами необходимо привлекать внимание к этим вопросам ну чтобы им стало хоть немножечко стыдно и дело сдвинулось мы тоже сами можем сделать свое место чище и комфортнее ну для начала перестать гадить и воспитывать в себе культуру гигиены но и стараться своими усилиями тоже решать все эти вопросы я например до сих пор удивляюсь когда вижу чистый приятный общественный туалет и это не нормально туалеты это показатель уважения к человеческому достоинству то как мы обращаемся с самыми базовыми нашими потребностями то как мы относимся друг другу и нашим детям давайте хотя бы мы с вами что-то изменим если вам понравилось это видео то обязательно подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии чтобы мы смогли победить алгоритмы ютуба и видео увидела как можно больше людей с вами был петя плосков скоро увидимся